Благотворительная рождественская елка, ставшая уже доброй традицией, прошла 7 января в Доме культуры и юности поселка Березники. На мероприятие побывала наша съемочная группа и готова поделиться своими впечатлениями. Новогодний лабиринт – это волшебная добрая история, которая произошла с девочкой Наташей, любительницей компьютерных игр. С самого начала спектакля зрители погружаются в предновогоднюю сказочную атмосферу. Новогодним настроением снова праздник к нам идет, самый лучший, без сомнения, и волшебный Новый год. Дед Мороз вместе со своими помощниками готовит подарки для ребят. Ну что, работаем не покладая рук? До Нового года осталось совсем немного. Поднажмите мои помощники, отдохнем потом. Дети ждут чудес и новогодних подарков. Не верящий в чудеса Наташи, Дед Мороз приготовил необычный новогодний подарок. Девочка, Дед Мороз пришел, принес. Послушайте, уважаемый, давайте сделаем так, как будто я уже рассказала вам свое стихотворение. А вы отдадите мне мой подарок. Это волшебная. Ах, да ты же не веришь в чудеса. Это просто компьютерная игра. И Наташа отправляется в волшебную компьютерную игру, где ей нужно пройти три уровня, чтобы добраться до финала. В процессе игры девочка учится добрым словам и вежливости. Даже не поздоровалась. Ну здрасте. Ну скажи, как уровень пройти? А где волшебное слово? Я в волшебство? Не верю. А вот и зря. А оно везде, оно повсюду, здесь и сейчас. Новые друзья помогают Наташе пройти все уровни и справиться со злой волшебницей Кривогодия, которая строит козни и пытается сделать все, чтобы не наступил Новый год. Хоть на день или на полчаса? Нет! Лучше к слову приходить. Нет, я не хочу обратно в лабиринт. Конечно, как в любой сказке, история имела счастливый конец. Новогоднее представление понравилось как взрослым, так и детям. Вот тебе сказка понравилась? Мне очень понравилась. А про что сказка была? Про Новый год. А какие еще персонажи там были? Зайка, элифы, Дед Мороз. Тема интернета, то, что через интернет сейчас можно все что угодно делать с детьми, это было как бы очень понятно для родителей и в такой форме, в сказочной, в волшебной. И родители, и даже Дед Мороз считают, что любая сказка должна учить добро. Я считаю, что сказки детям нужны добрые, которые помогают им лучше понимать друг друга, своих сверстников. Помогают отличать добро от зла. И эта сказка тому подтверждение. Вы же видите, сколько сегодня детей в компьютерных играх сидят, в телефонах, в смартфонах. А достаточно выйти на улицу и посмотреть, какая красота. И что на улице тоже можно играть, веселиться, радоваться. Оксана Надежда, Наталья Зайцева, Сергей Власов. День города.